За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 144 происшествия. Из них 15 преступлений, 10 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 60 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. В округе стартовала всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». С 14 ноября текущего года на территории округа стартовал второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 25 ноября. Жители округа могут сообщить о фактах распространения наркотиков, о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правил легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений. По телефону 8 911 650 57 49, а также на телефон доверия ОМВД 421 52. Ежегодно с 2005 года каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв дорожно-транспортных происшествий. 20 ноября 2016 года сотрудники отдела ГИБДД совместно с представителями общественного совета при ОМВД, активистами и юными инспекторами движения провели мероприятие, приуроченное к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В 11 часов участники памятного мероприятия собрались на площади имени Ленина в городе Наринмаре. После минуты молчания участники акции в память о погибших людях в ДТП зажгли свечи и пустили в небо белые шары с бумажными голубями. В 12 часов в Богоявленском соборе Наринмарской епархии состоялся молебен в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также служба за здравие участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции округа выражают соболезнования всем тем, у кого близких людей забрала дорога, и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. 15 ноября в дежурную часть полиции обратилась жительница Наринмара с заявлением о том, что в период времени с 26 по 31 октября текущего года она заказала посредством сайта «Автоплюс» в сети интернет запасные части к автомобилю иностранного производства. Полицейскими установлено, что женщина нашла в интернете распространенный сайт, оказывающий услуги по доставке автомобильных запчастей к автомобилю. Заключив договор с представителем компании сайта «Автоплюс», женщина внесла предоплату в размере 21 тысячи рублей на счет, указанный на сайте, а также подтвержденный представителем данной компании. Спустя две недели женщина обратилась вновь к представителю данной компании, позвонив по телефону, но телефон абонента находился вне зоны доступа сети. Сайт в сети интернет был удален. Ни заказанного товара, ни денежных средств женщина не получила. По данному факту проводится проверка. Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в социальной сети интернет. В ходе оперативно-развитных мероприятий установлено, что жительница Ямала-Ненецкого автономного округа 1982 года рождения совершила хищение денежных средств в сумме 24 200 рублей с банковской карты жительницы Наринмара. Сотрудниками полиции установлено, что 27 августа 2015 года жительница Наринмара обнаружила в социальной сети друг вокруг объявление о займе денежных средств. Написала сообщение пользователю и, обговорив все условия займа, неизвестный пользователь социальной сети предложил девушке сообщить свои реквизиты для перевода денежных средств. Девушка сообщила свои реквизиты и, ни о чем не подозревая, ожидала поступления денежных средств на банковскую карту. Спустя некоторое время с банковской карты девушки произведено списание денежных средств в сумме 24 200 рублей. Неизвестный пользователь социальной сети, получив доступ ко всем реквизитам девушки, подключил услугу Сбербанк Онлайн и осуществил перевод денежных средств с банковской карты девушки. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение снегохода, принадлежащего жителю округа, совершил гражданин 1985 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления, который дал признательные показания и показал похищенное имущество. По его словам, установлено, что в период с 15 по 16 ноября он подъехал на автомобиле к помещению, расположенному возле дома по переулку Качгартинский в городе Наринмари, и зацепив снегоход за автомобиль, отбуксировал и спрятал его за складами в районе аэропорта. Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 14 ноября вступил в законную силу приказ МВД России о 28 июня текущего года, номер 347, о внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости, либо факта уголовного преследования о прекращении уголовного преследования. Изменения внесены в соответствии с требованием пункта 3 статьи 2 Федерального закона 27 июля 2010 года, номер 210 ФЗ об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Данным приказом из круга заявителей на предоставление указанной госуслуги исключены государственные и муниципальные органы. Теперь государственную услугу гражданин может получить только лично следующими способами. В электронном виде через портал госуслуги.ру срок предоставления справки составляет не более 10 рабочих дней. На личном приеме с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов в кабинете 102 административного здания УМВД по улице Ваучейского, дом 13 в городе Наринмаре. В казенном учреждении многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по улице Ленина, 27, корпус В и в поселке Искатели Ненинского автономного округа по улице Губкина, дом 3, корпус В и его филиалах. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя!